Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Накануне глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что делегация из нашей республики принимает участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина Силы России». От муниципальной власти напрямую зависит качество повседневной жизни граждан. Именно такими словами президент России описал всю важность службы на первом форуме «Малая Родина Силы России», который стартовал в Москве на ВДНХ на выставке «Россия». Здесь собрались 7,5 тысяч представителей муниципальных образований из 89 регионов страны. И всех их объединяет одно верное служение обществу и государству. В форуме от Карачева-Черкесии приняли участие руководители администрации главы правительства Муратозов, порядка 30 руководителей муниципальных органов власти республики. Панельные дискуссии, круглые столы, лекции, презентации проектов, а также встречи с представителями федеральной власти. Вся деловая программа форума направлена на повышение профессионального уровня местного самового управления. Ранее президент России неоднократно подчеркнивал о значимости труда муниципальных служащих, отмечая, что именно сотрудники муниципальных образований находятся ближе всего к людям. Всю важность своей миссии отлично понимают и представители местного самового управления Карачева-Черкесии. Рашид Тимрезов выразил им благодарность и отметил, что все поручения и инициативы, которые озвучил президент России, обязательно будут реализованы. Я очень рад приветствовать участников первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». Название-то какое? Сегодня здесь представители муниципального сообщества из всех регионов страны, главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципальных организаций, люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему. Своё призвание находят в труде на благо сограждан. Считаю, что в самом названии форума заложено очень многое. Заложен глубокий смысл, любовь к «Малой Родине», очень личное, тёплое чувство. Но одновременно оно обладает громадной созидательной силой, силой поистине общенационального значения. Ведь преображение и укрепление всей страны, её уверенные движения вперёд, скажу больше, позиции России в мире, начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест. Для тех мест, где родился, там, где прошло детство, где сейчас живут твои близкие, твоя семья, твои друзья, земляки. Со стремления внести свой вклад в процветание и развитие своего города, посёлка, района. Ведь это так созвучно словам легендарной песни, которую уверен, здесь все знают, с чего начинается Родина. Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Ну, конечно, так оно и есть. От неё напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяет образ всей большой нашей страны, так как люди видят своё настоящее и будущее. 17 января. Особая дата в памятном календаре Карачева-Черкесии. В этот день, в далёком 1943 году, Черкесск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил жителей республики с этой датой. Пять месяцев и семь дней жестокой оккупации невозможно забыть. Это страшное в истории нашей республики время, жертвами которого стали тысячи сыновей и дочерей Карачева-Черкесии. Но тяжёлые испытания, выпавшие на долю наших народов, не сломили их дух и твёрдое желание победить. Борьба против фашистских оккупантов не прекращалась ни на день и закончилась освобождением Черкесско-советской армии, в рядах которого были наши земляки. Благодаря героическому подвигу наших предков мы живём в прекрасной свободной республике, а при непосредственной поддержке президента России делается всё для её дальнейшего развития и благополучия. Сегодня дети поколения победителей продолжают боевую славу своих великих предков, героически сражаясь в зоне специальной военной операции. Искренние слова благодарности и низкий поклон нашим дорогим ветеранам. Вечная слава воинам-освободителям. И сегодня в парке Победы Черкеска был дан старт марш-броску дорогами освободителей. Акция приурочена к дню освобождения Черкеска от фашистов и собрала вместе воспитанников Центра «Авангард». Юнормейцев, представителей городского совета ветеранов, сотрудников правоохранительных органов. Черкесск освобождался силами 875-го полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, которым командовал майор Орехов. Говорили выступающие. Цель акции – пройти маршрутами этого полка и почтить память освободителей Черкеска. В «Авангарде» полка был 2-й батальон, которым командовал наш земляк из Хабеза старший лейтенант Магомед Майлов. К собравшимся обратился его правнук Мухаммад. Я вспоминаю о его подвигах, я не могу не гордиться. Он был примером настоящего мужества и отваги. И я горжусь, что я его правнук. Мне кажется, все понимают, какое сейчас положение в стране, какое у нас сейчас должно быть патриотическое воспитание. И мне кажется, вот такие мероприятия, вот такие митинги по поводу того, что происходит во всем мире, мне кажется, это настоящий пример для подрастающего поколения и настоящая поддержка для тех, кто сейчас находится в горячих точках и бойцов СВО. Одним из памятных мест, которые посетили участники марш Борска сегодня, стала братская могила защитникам Родины. На старом кладбище в южной части Черкеска захоронено около 300 бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны или умерли от ран в госпиталях города. Также мероприятия прошли у некоторых памятных мест, связанных с днём освобождения региональной столицы. За всем наблюдал корреспондент Артур Мхце. В этой братской могиле на старом кладбище Черкеска захоронены бойцы, погибшие в годы Великой Отечественной войны, либо умершие от ран в здешних госпиталях. Поисковая работа людей, неравнодушных к истории родной земли, помогла установить сведения о примерно семи десятках воинов. Их фамилии были выгравированы на мемориальной плите, установленной в 2020 году. Дань надо отдавать всегда умершим, погибшим. Пока они в нашей памяти, они живые всегда. Хочу сегодня тоже высказать, ученики пришли отдать память умерших, которые похоронены от ранений. Это большое дело наших детей. Мы должны как примером показать, что мы делаем. Пришедшие к мемориальному комплексу школьники – участники марш-броска, который в этот день прошёл по всем памятным местам, связанным с освобождением города. Представители нескольких поколений отдали дань уважения погибшим бойцам, вспомнили о наиболее значимых эпизодах военного времени и возложили цветы и венки к плите с именами защитников Отечества. Группы ребят посетили и другие мемориальные сооружения – места расстрела мирных жителей на Пятигорском шоссе и в северной части Черкеска. Ещё одно мероприятие состоялось при участии представителей КПРФ, которые традиционно отдают дань уважения освободителям около памятника на проспекте Ленина. Мы, коммунисты города Черкеска, ежегодно приходим к памятнику, который поставлен в память о погибших бойцах, освобождавших город Черкеск, и возлагаем цветы и венки. Это наша традиция. Мы считаем, что обязательно нужно хранить память о том, как наша страна воевала с фашизмом. Под развивающимися на ветру красными флагами звучали слова о важности сохранения истории, памяти о героическом и трагическом прошлом, о людях, которые отстояли мир. Также был отмечен труд тех, кто сейчас помогает находящимся в зоне СВО военнослужащим и жителям новых российских регионов. Благодарности в частности получили волонтёры организации «Зов Родины» за доставку гуманитарного груза в детские дома Донецкой Народной Республики. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. Сегодня и в Центральном парке Республиканской столицы прошло торжественное мероприятие, посвященное 81-летию освобождения Черкесска от немецко-фашистских захватчиков. В памятном мероприятии приняли участие представители отдела образования мэрии, советы ветеранов, представители общественных организаций. Собравшиеся отметили, что народы нашей страны показали всему миру несокрушимую силу воли, мужества и бесстрашия в стремлении к защите Отечества. А подвиг героев всегда будет служить примером для подрастающего поколения. Почти в память погибших в боях за освобождение Черкесска участниками был произведен запуск часов обратного отчета времени до 79-й годовщины Великой Победы. Дорогие ребята, осталось не так много людей, которым мы лично можем сказать спасибо за наше мирное счастливое сегодня. Позвольте от вашего имени выразить огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и склонить голову и почтить память павшим героям Великой Отечественной войны. Мы благодарны героям нашей великой страны, нашего города за возможность жить под мирным небом, получать образование, работать, смотреть светлое будущее. Очень жаль, что становится с каждым днем все меньше ветеранов, в котором мы действительно можем сказать огромное спасибо. Разрешите вас поздравить с запуском часов отчета Победы. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы учились на отличной оценке, чтобы вы изучали историю, помнили подвиги героев Великой Отечественной войны. В селе Уруп активными темпами ведется строительство совершенно нового фельдшерско-акушерского пункта. Важно отметить, что данный объект возводится в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Современное медучреждение будет оснащено всем необходимым для оказания первой медико-санитарной помощи. О ходе строительных работ подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Строительство нового современного фельдшерско-акушерского пункта для села Уруп является жизненно необходимым. Здание старого медучреждения, в котором долгие годы принимали жителей, совсем обветшало. На строящемся объекте уже выстроены стены и полным ходом идет укрепление фасада. Новый ФАП позволит предоставить первую медицинскую помощь качественно, что самое главное, своевременно. Это шикарное здание, в котором мы будем оказывать первичную медицинскую помощь всем населениям. Здесь будет оборудование новое, отопление шикарное, теплое, мебель новая. И также у нас будет очень много медицинской техники. Поэтому мы рады и благодарны нашему правительству, которое оказывает нам эту помощь в строительстве ФАПа. Мы с нетерпением ждали строительства нового фельдшерско-акушерского пункта, так как бывает сложно ездить в город, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. А с открытием этого медучреждения каждый из нас сможет в легкой доступности проходить необходимые процедуры, отмечают жители села Уруп. Больше населения нашего села – это уже пожилые. Но им очень тяжело в городок ездить. Когда вот у нас был закрытый ФАП, бедные наши бабушки были. Мы, конечно, еще желаем, чтобы в этом ФАПе была хотя бы какая-нибудь маленькая аптечная киосочек, чтобы за копеечными таблетками не ездить в городок бабушкам. Ну и для нас также очень необходимы дети. Вот у нас очень много детей, тоже в городок не наездишься. Мы очень рады, что будет у нас новый ФАП. Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Уруп завершится уже в этом году. Алихан Лепшоков, Ренат Муков. Вести Карачаева, Черкесия. Урупский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин